В Магнитогорске ситуация по заболеваемости ОРВИ и коронавирусной инфекцией по-прежнему остается напряженной. Обеспокоенные жители штурмуют поликлиники и больницы с компьютерной томографией. С высокой температурой некоторые простаивают в очередях сутками. В свою очередь врачи считают такой ажиотаж излишним и предлагают альтернативный способ обследования, более доступный и менее вредный для организма. Все подробности далее. Заведующая рентгенологическим отделением Наталья Сенкевич показывает снимок. Так выглядит грудная клетка человека с двусторонней вирусной пневмонией. Изображение сделано на рентгенаппарате. По словам опытного врача, он, как и флюорограф, довольно эффективен при выявлении пневмонии. Чем отличается КТ от флюорографии? Здесь у нас мы имеем плоскостное изображение. Если мы возьмем батон хлеба и сделаем снимок, мы видим только одну часть. Если же мы делаем компьютерную томографию, то этот батон мы режем на кусочки и каждый кусочек можем рассмотреть. Сегодня современные рентгенаппараты дают более полную картину, чем 10 лет назад. По словам врачей, они позволяют выявить коварное заболевание, особенно если процент поражения легочной ткани будет свыше 20. К тому же, считают медики, этот способ обследования менее вредный для организма и более доступный. Современными рентгенаппаратами оснащены все полиглиники города. В настоящее время ситуация по заболеваемости коронавирусной инфекцией неблагоприятна. Медики работают в усиленном режиме. Министерство здравоохранения области выделило субсидию на лечение COVID-19. Необходимые медикаменты уже поступили. Кроме того, в город доставят еще два аппарата КТ. Всего в Магнитогорске их будет шесть. Не менее напряженной ситуации по сезонной заболеваемости для профилактики врачи рекомендуют сделать прививку от гриппа. Желательно лицам старше 65 или лицам с хроническими заболеваниями сделать прививку от гриппа. Если в данной ситуации еще будет наслоиться волна по гриппу, то это будет достаточно тяжело все у людей протекать. Кроме того, медики настоятельно советуют исполнять санитарные правила. Носить маски, пользоваться антисептиками и держать социальную дистанцию. Ну а если болезнь все-таки настигла, не заниматься самолечением, а вызывать врача на дом. Ольга Сухоплева, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.